Всем привет! Это уже второе, так скажем, честное видео на моём канале. И мне хочется всё больше и больше рассказывать о себе, всё больше и больше делиться своим мнением и как-то открываться для вас, потому что вы мои зрители, и я не хочу говорить наигранно, отвечать на вопросы, рассказывая вам какие-то сказки о том, какая я прелестная или шикарная, но все вопросы буду отвечать я, поэтому сразу говорю, что да-да, возможно, у вас будет другое мнение. Почему же мне хочется, чтобы вы знали обо мне больше и быть с вами более честной? Именно потому, что мне кажется, что когда нас обманывают, это сам по себе неприятный процесс, поэтому я буду с вами всегда честна настолько, насколько это возможно, и сегодня буду отвечать на вопросы. Мне самой безумно интересно, я спросила вас по своим постам в Инстаграме, вот мой Инстаграм, если хотите, можете зайти ко мне туда, полайкать фоточки, подписаться и посмотреть мои трансляции, потому что я достаточно часто их там провожу и общаюсь со зрителями. Так вот, я выбрала несколько интересных вопросов и сейчас собираюсь отвечать на них. Надеюсь, как-то смогу этим помочь для вас, потому что стараюсь все-таки как-то сделать себе контент лучше. Надеюсь, что вы заметили некоторые изменения в этом, в общем. И да, давайте начнем. Я выбирала вопросы, которые действительно интересны мне, на которые я смогу дать вам четкий сформулированный ответ и как-то помочь вам. Поэтому, первый вопрос звучит так. У тебя были такие моменты в жизни, когда ты хотела просто забить на все, ничего не делать или даже умереть? Если да, то когда у тебя был такой момент? В общем, этот момент называется депрессия, как правило. Или же какая-то более легкая форма этой депрессии. Такие моменты бывают в жизни, конечно же, у всех. У кого-то они наступают раньше, у кого-то позже. Проблемы у всех приходят по-разному, в разном возрасте. И все люди разные. Кто-то более сильный, кто-то более слабый, кто-то меньше подается, а этому кто-то больше. Как же с этим бороться? Я не психолог и не смогу вам точно помочь. Но если у вас какие-то серьезные проблемы, хотя я не думаю, что в подростковом возрасте у вас будут прям такие серьезные проблемы, но если это действительно так, потому что такие ситуации, конечно же, были, то я в первую очередь советую обратиться вам к психологу. Он вам уж точно поможет, если вам ничего не помогает, то обратитесь к нему, он на то и создан. Это его специальность. Ну а что работает лично для меня, когда у меня бывают такие периоды, то просто один день отлежаться, отдохнуть просто настолько, чтобы тебя уже тошнило от этого отдыха. Во-вторых, понять, что твое лежание на диване, вот это все забивание на все, это только усугубит ситуацию. После того, как я как-то так сделала, я поняла всю драму и больше так никогда не делаю, поверьте. Просто это нужно пережить, и думаю, вы справитесь с этим. Просто поверьте в себя, если у вас есть какие-то мечты, начните их делать, и когда вы увидите результат, вам просто станет гораздо легче. И это состояние, оно пройдет, оно обязательно пройдет, если это связано с какими-то другими людьми, с тем, что вы там следует, посмотрите, я не знаю, то просто поговорите с ними, я думаю, что вам станет легче. Выговоритесь кому-то. В любом случае, это всегда помогает, не держите ничего в себе. Обязательно что-то кому-то расскажите. Каким-то близким друзьям или же родственникам, я думаю, они вас всегда поддержат. Второй вопрос. Как не лениться? Думаю, это просто вечный вопрос, который интересует многих, который волнует просто это общество, потому что, ну, все мы знаем, что есть сейчас такая тема, что общество деградирует. Я не знаю, насколько это правда, но как не лениться? Что касается вот съемки видео, лично для меня, это очень-очень просто, потому что если у меня есть какая-то определенная цель, например, достичь там, вот, не знаю, какой-то числа подписчиков, или же, чтобы мои видео смотрела более обширная аудитория, или же, например, чтобы аудитории более нравилось, то есть, чтобы отметки лайков росли вверх, а не как дизлайков. Если у меня есть какая-то цель, а цель обязательно нужно всегда ставить, то я не буду лениться, потому что, ну, это моя цель, это моя мечта, и я такой человек, который будет идти к этой цели, во что бы то ни стал, если мне это действительно нужно. Если же эта цель так, на 50%, чисто я ее поставил, фиг забил на нее, просто она у меня есть, и я молодец, то нет, это, конечно же, с вами не сработает. Это действительно нужна какая-то цель, чтобы не лениться. Так что обязательно распишите все себе цели, на год, на месяц, на день, чтобы каждый день идти к этой цели. Вот, ну, я так всегда делаю, мне это помогает, и нужно составлять план действий к этой цели. Что касается учебы, то если же вам будет приносить удовольствие, вы не будете лениться, а учеба, конечно же, должна приносить удовольствие. В большинстве случаев ученики просто все это учат, зубрят, но я не думаю, что это правильно. Выделите какой-то определенный срок времени учебе, не нужно тратить на нее супер много времени, вы не должны целодей сидеть над учебниками, вы должны видеть еще окружающий мир, поэтому просто развивайтесь, совершенствуйте, читайте обязательно книги, интересные книги, выбирайте ту информацию, которая вам нужна, не нужно учить все, учите интересную себя, то есть обязательно выделяйте уроки, которые вам понадобятся в будущем, например, сдавать на УГЭ, ЕГЭ, которые будут вашими опорными уроками. Думаю, если вы в классе седьмом, то вы сможете выделить такие уроки, в девятом-то точно уже, вот, и учите их, интересуйтесь ими обязательно, если вы будете видеть результат, вам захочется действовать, например, если у вас будут очень хорошие оценки все, то вам это понравится, и в дальнейшем вы захотите учиться, чтобы видеть такой результат. Лично на меня это работает, если я вижу, что у меня хорошие оценки, мне хочется поддерживать это как-то. Если у меня не получается, и, например, стоят подряд какие-то плохие оценки, у меня как-то сразу опускаются руки, поэтому просто дайте себе неделю на раскачку, и у вас будет получаться, по крайней мере, ну, как бы, если будете учить, То логично, что будет получаться И вам понравится, все должно сработать на ура Просто скажите, что вот сейчас я приду Сразу же быстренько все это сделаю Выучу, прочитаю Обязательно читайте внятно, не типа так Я сейчас 5 секунд На час засел вконтакте Нет, просто уберите этот телефон вообще нафиг Просто вот так вот сделайте И все, и сидите, учите Ваш предмет, никогда не зубрите Если вам что-то непонятно, то лучше посерфите В интернете за нужной информацией Или спросите у родственников, чтобы ваш процесс Был более интересным, потому что он не должен быть скучным Ни в коем случае Конечно же, в свои 15 лет я не могу дать вам точного ответа Конечно, хочется Я думаю, у многих из нас есть какая-то цель Уехать там, жить в Италию, в Испанию Или же просто переехать в другой город России Жить в Дублине, в Ирландии У меня есть такая мечта, и возможно в будущем Я пересмотрю на это взгляд, потому что это достаточно Тихая страна, и в Ирландии живет всего 5 миллионов А Дублин, это столица Ирландии Соответственно, там реально население Миллионов 2, и это шикарно Я не люблю, когда много народу Там нет таких огромных прям высоток Там везде стоят такие небольшие дома Как наши загородные дома в Москве Такого вот плана Или же Terrace Houses Это такие квартиры То есть вот так вот это выглядит Это много квартир, идущие подряд То есть вот они соединены между собой Вот так вот идут, 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 идут Я не умею объяснять, но надеюсь по картинке вы все поняли То, что там это не такие 10-этажные дома Там 4-5-этажные У них такие разноцветные двери Блин, это смотрится супер круто Мне это безумно нравится Там очень много травы, идеальные газоны Заборы, знаете, такие высажены травкой То есть вот такие вот Очень плохо у Кристины с объяснениями, понимаете? Меня очень привлекает Эта галактическая архитектура Люди Просто я могу бесконечно Разговаривать на тему этого города Потому что я там была не раз И Просто вот тут вот Я знаю, что камера зеркалит И вам кажется, что я показываю сердце справа Но у меня это лево Следующий вопрос, который очень многих интересует В каком приложении я обрабатываю фотографии? Конечно, безусловно, мне не жалко сказать вам Приложение, фильтры, полностью обработку Рассказать это Но сейчас я этого делать не собираюсь Я просто скажу вам приложение Как вы меня и спрашивали Это приложение называется Вскокам Всеми вами известны Если вы хотите видеть отдельные видео О том, как я обрабатываю фотографии в Инстаграм То обязательно пишите в комментарии Я вообще на изи с вами могу поделиться Всеми секретами, фишками Могу вам что-то рассказать Поделиться Так что, если вам интересно То в лучших комментариях У меня вот такой вот светлый стиль Следующий, как мне кажется, очень интересный вопрос Как ты относишься к пирсингу, тату Каким-то необычным прическам Как же я отношусь к пирсингу Абсолютно нормально Вообще пирсинг Как вы знаете Это проколы где-то у тебя на теле Это также вот сережки Это тоже пирсинг считается Так что в детстве многим прокалывают сережки И, соответственно, к пирсингу Я просто плохо не могу относиться Так как что здесь такого Я ничего плохого в этом абсолютно не вижу Мне очень нравятся проколы в нос Септум Это смотрится очень красиво Но мне больше всего нравится Когда прокалывают хрящ В будущем я хочу себе прокалывать хрящ Может быть через год Может быть через полгода Может через пару месяцев Как сложится жизнь Потому что это прокалывает иглой И я думаю, это больнее Если кто-то из вас прокалывает То, пожалуйста, напишите мне в комментарии У меня такой взгляд на жизнь В принципе, что люди делают то, что хотят Это их жизнь, их выбор Это, блин, ваша жизнь Она принадлежит только вам И решать в ней можете только вы Ваше мнение должно быть в ней основным А не мнение окружающих людей Просто главное, чтобы вы не жалели об этом Тату Тоже неплохо отношусь Не хочу себе тату в будущем В принципе, просто не хочу И все, ну, мне это как-то, не знаю Не вызывает буря эмоций Многие делают тату И ничего такого в этом не вижу Есть очень много сейчас красивых Маленьких таких татушечек Конечно, я считаю, что это не стоит Вот так вот на всю руку делать тату Но это, опять-таки, лично мое видение Яркие прически, это тоже очень круто Самовыражение, это способ такой Сейчас тоже ничего плохого в этом я не вижу Следующий вопрос Мне кажется, он реально очень важный В нашей жизни Что ты ценишь в людях? Спасибо тебе за этот вопрос Потому что он реально очень интересный Я могу до бесконечности рассуждать на эту тему Я вообще на любые темы могу На бесконечности рассуждать Поспорить на какие-то темы Я оценю в людях открытость Доверчивость Ну, не такую доверчивость А типа, что люди доверяют тебе Вот если люди тебе доверяют Знаете, что они тебя ценят Значит, ты им нужен И я люблю честность Я ненавижу, когда люди врут Просто если мне люди пару раз врут Я не буду с ними общаться больше Наверное, никогда Мне неприятно будет смотреть в их глаза И знаете, это очень странно Но будет стыдно именно мне Я не знаю, почему, но мне будет стыдно за них Но реально, если люди меня будут обманывать То я не буду с ними общаться Потому что как можно доверять этим людям Если они однажды тебя обманули Они тебя обманут Люди очень редко меняются Как мне кажется И еще это не влюбит в доброту, конечно же Потому что люди должны помогать друг другу Как-то хорошо отзываться от друг друга И знаете, были бы все злыми в этом мире Было бы очень тяжело жить Поверьте Ну и теперь я отвечу на последний вопрос Который, можно сказать, вытекает из этого Если у тебя настоящие друзья Хочу сказать, что я достаточно редко доверяюсь людям Я, несомненно, очень открытый человек Но открытый для очень узкого круга людей Которым я реально доверяю И своим подписчикам Которые настоящие мои подписчики Прямо реально Которые смотрят каждое мое видео Вот реально Я просто доверяю Потому что они сидят за моим творчеством И нет смысла меня обманывать А что касается друзей У меня может быть там двое друзей Трое, я не знаю, четверо Вот реально Которым я буду серьезно доверять Не больше У меня не будет огромного круга друзей И знаете, если я общаюсь с людьми Это не значит, что я с ними дружу Для меня это может вообще ничего не значить Я могу просто общаться Как-то нужно все равно поддерживать общение с отцом Мы живем в мире, в обществе И нужно общаться Я надеюсь, что вам понравилось это видео И я была с вами очень искренне, откровенно Сказала вам все свои мысли И мнение высказала свое У каждого разное мнение Оно может не совпадать с своим Вы можете доверять всем Вы можете плохо относиться к пирсингу В общем, надеюсь, что оно вам понравилось Потому что давно меня просили снять вопрос-ответ Прям очень-очень давно И я все как-то откладывала, откладывала И вот Наконец-таки у меня появились интересные вопросы И спасибо вам за эти вопросы Я вас всех люблю Ждите следующее видео Оно будет скоро Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok